Даниш – это австрийская выпечка, прижившаяся в Дании, откуда она распространилась по всему миру. Даниш бывает с самой разной начинкой. Предлагаю рецепт с фруктами и кремом патисьер. Даниш с фруктами фантастически хорош, просто невозможно оторваться. Приготовить его совсем просто. Смотрите пошаговую инструкцию и готовьте с удовольствием. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте ингредиенты. Первым делом приготовьте заварной крем патисьер, для этого влейте в ковш молоко и добавьте в него ванильный сахар, нагрейте до кипения. В другую кастрюлю выложите 3 желтка, сахар, щепотку соли и муку. Все хорошо размешайте. Вкусняшки, подписавшимся. Влейте к желткам нагретое молоко, наливайте струмикой, другой рукой интенсивно размешивайте. Перелейте смесь снова в ковш и нагревайте при интенсивном помешивании, пока не появятся первые пузырьки и масса не загустеет, остудите крем. Пласт слоеного теста, не раскатывая, разделите на 4 части. Выложите заготовки из теста на бумагу для выпечки, подверните вверх кончики теста, сделайте вилкой проколы на тесте. Выложите крем-патисьер, разровняйте. На крем выложите фрукты, концы теста можно подтянуть к центру и скрепить, перед выпечкой смажьте болтушкой из яйца, выпекайте при температуре 190 градусов 20 минут. На готовые даниши можно веоложить ягоды, например, замороженную ежевику. Даниш с фруктами получился очень вкусным, приятного чаепития. Ставим лайк и подписываемся. Вот что нам понадобится. Слоеное тесто, 500 грамм. Молоко, 250 миллилитров. Ванильный сахар, 1 чайная ложка. Соль, 1 щепотка. Мюка, 25 грамм. Сахар, 50 грамм. Яичные желтки, 3 штуки. Фрукты и ягоды, 200 грамм, любые. Яйцо, 1 штука, для смазки перед выпечкой. Количество порций, 8. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...